составные шифры но мы рассмотрели какие операции у нас есть и вот когда мы объединим эти операции вместе то мы получим так называемый составной шифр который применяет исходным блоком разные операции то есть подстановку перестановку ну и другие компоненты конечно тут будут ну и в разбиение слияния чтобы каждую часть по-своему обработать и предложил это Шеннон такой термин термин то не слишком сложное название мы при конструировании основного шифра получаем эмерджентно получаем два новых свойства то есть эти свойства не принадлежали никому а в результате мы получаем это свойства осенья и перемешивания но эти слова только звучат страшно на самом деле достаточно простой смысл имеют рассеивание как бы означает зацепление символов то есть один символ в зашифрованном тексте зависит от нескольких ну или как в крайнем случае от всех остальных символов исходного текста и естественные рассеивания и перемешивания они должны скрыть связь между нашими исходным текстом и зашифрованным текстом то есть когда мы зацепляем все биты и переставляем их как то то тогда у нас при изменении единственного бита в ключе все биты в зашифрованном тексте то есть не бывает так что в ключе изменился один бит и меняется только один бит в зашифрованном тексте что при классическом шифровании вполне может происходить ну и для того чтобы у нас вот такое рассеяние и перемешивание происходило мы разбиваем весь шифр на раунды итерации в каждой итерации у нас некие блоки ну скажем S-блоки, P-блоки сложение по модулю 2 Аксор значит и вот у нас куча этих раундов есть ну естественно не так много обычно используют достаточно ограниченная и скажем 8 раундов, 16-32 раунда и мы делаем для каждого раунда свой ключ то есть мы эти ключи или заранее генерятся то есть ключи раунда или у нас есть специальный алгоритм по которому мы генерим ключи раунда но каждый раунд прогоняется со своим ключом ну и зашифрованный текст на каждом уровне называется средним текстом то есть каждый раунд получает некий исходный текст получается C и T это зашифрованный текст раунд ключ сеансовый тут какие-то функции ну скажем тор что-нибудь ключ и вот этот вот зашифрованный становится входным текстом для следующего раунда ну количество раундов мы естественно увеличивая количество раундов мы получаем шифрование количество блоков увеличиваем из блоков опять лучше шифр получаем ну вот мы вспомним у нас есть дес и трипл дес шифры дес как вы помните у нас было задан вот этот он задавал определенное количество раундов и естественно что если бы мы изменяли количество раундов и промежуточных ключей естественно то мы бы получили радикально другой шифр поэтому были предложены например шифр трипл дес дабл дес и трипл дес фактически который заключался в трехкратном применении шифра дес к исходным данным таким образом мы увеличивали два или три раза дабл дес он особо не употреблялся но он есть в два-три раза увеличили количество раундов и шифр естественно улучшался и кратко скажем что мы вводим обычно два класса состных шифров это шифры фейстеля и шифры не фейстеля шифры фейстеля по фамилии криптографа фейстель или файстель так и так есть он использует компоненты как обратимые так и необратимые а шифры не фейстеля необратимые компоненты не используют а используют только обратимые компоненты соответственно поскольку у нас есть разного типа компонент то у нас три компонента самообратимые обратимые и необратимые а не фейстеля у нас только обратимые компоненты то есть у нас это вот S-блоки и P-блоки S-блоки у нас должны быть обязательно мы помним условия количество входов и выходов равно N и тут M и N равно M а P-блоки у нас выкидываются сжатия блоки сжатия и расширения то есть как мы помним что блоки сжатия и расширения у нас необратимые поэтому их использовать нельзя тэп на том лэп и п и и и и